«Прогуливаюсь по аллее в правительственном санатории в Сочи», — вспоминал Раневская. «Мне навстречу идет Каганович, и сходу начал разговор. Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете?» «Ставим белые ночи по Достоевскому». Тогда он воодушевленно восклицает. «А идея там какая? Идея!» «Идея в том, что человек не должен убивать человека». Стремительно последовала категоричная оценка с руговодящим жестом рукой. «Это не наша идея! Не наша!» И быстро удалился. На гастролях с Раневской всегда случалось непредвиденное. Так в Ленинграде в 1950 году ей был предложен роскошный номер в Европейской с видом на русский музей, сквер, площадь искусств. Раневская охотно заняла его и несколько дней в хорошем расположении духа принимала своих ленинградских друзей, рассказывала анекдоты, обменивалась новостями, ругала власть и чиновников. Через неделю к ней пришел администратор и очень вежливо предложил переехать в такой же номер на другой этаж. «Почему?» — возмутилась Фаина Георгиевна. «Номеров много!» «А Раневская у вас одна!» «Да-да!» — лепетал администратор. «Но мы очень вас просим переехать. Там вам будет удобнее». «Мне и здесь хорошо!» — отказалась Фаина Георгиевна. Пришел директор европейской и, включив в воду в ванной, объяснил, что ждет на днях высокое лицо, а этот номер в гостинице единственный, оборудованный прослушивающим устройством. После этого Фаина Георгиевна моментально переехала и не спала на новом месте оставшейся ночи, вспоминая свои высказывания в прежнем номере и размышляя о том, что с ней теперь будет. Когда Ахматова хотела поделиться с Раневской чем-то особенно закрытым, они шли к каналу, где в начале Ордынки был небольшой сквер. Там они могли спокойно говорить о своих делах, не боясь того, что их подслушает КГБ. Они назвали этот скверик «Сквер Лаврентия Павловича». Всех артистов заставляли ходить в кружок марксистско-ленинской философии. Как-то преподаватель спросил, что такое национальное по форме и совершенное по содержанию. «Это пивная кружка с водкой», ответила Раневская. В театр Моссовета пришел лектор читать лекцию о полетах в космос. Закончив ее, предлагает задавать вопросы. Поднимается Раневская. «Товарищ лектор, а вы подушечки ели? Вокруг конфета, а внутри варенье. Интересно, как она туда попадает?» Тверской бульвар. Какой-то прохожий подходит к Раневской и спрашивает. «Сударыня, не могли бы вы разменять мне сто долларов?» «Увы, но благодарю за комплимент». Во время оттепели находились наивные люди, всерьез обсуждавшие проблему открытых границ применительно к СССР. «Фаина Георгиевна, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы?» Спросили у Раневской. «Залезла бы на дерево», ответила та. «Почему?» «Затопчут», убежденно сказала Раневская. Когда в Москве на площади Свердлова установили памятник Марксу работы Кербеля, Раневская прокомментировала это так. «А потом они удивляются, откуда берется антисемитизм?» Ведь это тройная наглость. В Великорусской столице один еврей на площади имени другого еврея ставит памятник третьему еврею. Раневская очень боялась, что ей могут предложить сотрудничать с КГБ. Это в то время было распространено. Как отказаться, что делать? Один ее знакомый посоветовал в случае, если такое предложение поступит, сказать, что она кричит во сне. Тогда она не подойдет для сотрудничества, и предложение будет снято. Однажды, когда Фаина Георгиевна работала в театре имени Моссовета, к ней обратился парторг с предложением вступить в партию. «Ой, что вы, голубчик, я не могу! Я кричу во сне!» воскликнула бедная Раневская. Слукавила она или действительно перепутала эти департаменты, бог знает. В семьдесят лет Раневская вдруг объявила, что вступает в партию. «Зачем?» поразились друзья. «Надо!» твердо сказала Раневская. «Должна же я хоть на старости лет знать, что эта сука Вера Морецкая говорит обо мне на партсобраниях!» Внук пришел к Раневской с любимой девушкой и представляет ее. «Фаина Георгиевна, это Катя. Она умеет отлично готовить, любит печь пироги, аккуратно прибирает квартиру. Прекрасно, мой мальчик! Тридцать рублей в месяц и пусть приходит по вторникам и пятницам!» К биографии предлагаемых ей кур Раневская была небезразлична. Как-то в ресторане ей подали цыпленка табака. Фаина Георгиевна отодвинула тарелку. «Не буду есть! У него такой вид, как будто его сейчас будут любить!» Однажды домработница сварила курицу вместе с требухой. «Есть было нельзя! Курицу надо было выбросить!» Раневская расстроилась. «Но ведь для чего-то она родилась!» Окна квартиры Раневской в высотке на Котельнической набережной выходили в каменный внутренний двор, а там выход из кинотеатра и место, где разгружали хлебные фургоны. Фаина Георгиевна с ненавистью слушала знакомые народные выражения рабочих грузчиков, отчетливо звучавшие на рассвете под ее окнами, а вечером с тоской наблюдала шумные толпы уходящих домой кинозрителей из иллюзиона. «Я живу над хлебом и зрелищем!» жаловалась Раневская. Как-то Раневской позвонила Ксения Маринина, режиссер телепередачи «Кинопанорама». Хотела заехать. «К-ксаночка, вам нетрудно купить хлеба в нашей булочной», попросила Фаина Георгиевна. «К-ксаночка, хлеб надо обжечь на огне, а то рабочие на него ссали», попросила Фаина Георгиевна, когда Маринина пришла. «Все готово, обожгла хлеб», вскоре сообщила Маринина. «Вы да долго его обжигали, Ксаночка? Ведь они да долго на него ссали», удрученно говорила Раневская. Раневская обедала в ресторане и осталась недовольна и кухней, и обслуживанием. «Позовите директора», сказала она, расплатившись. А когда тот пришел, предложила ему обняться. «Что такое?» смутился тот. «Обнимите меня», повторила Фаина Георгиевна. «Но зачем?» «На прощание. Больше вы меня здесь не увидите». В доме творчества кинематографистов в Репино под Ленинградом Раневская чувствовала себя неуютно. Все ей было не так. Обедала она обычно в соседнем доме композиторов с друзьями, а кинематографическую столовую почему-то называла «буфет» через «э». Она говорила, «Я хожу в этот буфет, как в молодости ходила на аборт». Во время войны не хватало многих продуктов, в том числе и куриных яиц. Для приготовления яичницы и омлетов пользовались яичным порошком, который поставляли в Россию американцы по Ленд-Лизу. Народ к этому продукту относился недоверчиво, поэтому в прессе постоянно печатались статьи о том, что порошок очень полезен, натуральные яйца, наоборот же, очень вредны. Война закончилась, появились продукты, и яйца стали появляться на прилавках все чаще. В один прекрасный день несколько газет поместили статьи, утверждающие, что яйца натуральные, очень полезны и питательны. Говорят, в тот вечер Раневская звонила друзьям и сообщала, «Поздравляю, дорогие мои, яйца реабилитировали». Раневской делают операцию под наркозом. Врач просит ее считать до десяти. От волнения она начинает считать невпопад. «Один, два, пять, семь...» «Будьте повнимательнее, пожалуйста», — просит врач. «Поймите, как мне трудно», — начинает оправдываться актриса. «Моего суфлера ведь нет рядом». Раневская, рассказывая о своих злоключениях в поликлинике, любила доводить ситуацию до абсурда. В ее интерпретации посещение врача превращалось в настоящий анекдот. Прихожу в поликлинику и жалуюсь. «Доктор, у меня в последнее время что-то вкуса нет». Тот обращается к медсестре. «Дайте Фаине Георгиевне семнадцатую пробирку». «Я попробовала». «Это же говно». «Все в порядке», — говорит врач. «Правильно, вкус появился». Проходит несколько дней. «Я опять появляюсь в кабинете этого врача». «Доктор, вкус-то у меня появился, но с памятью все хуже и хуже». Доктор обращается к медсестре. «Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер семнадцать». «Так там же говно», — ору я. «Все в порядке». «Вот и память вернулась». Раневская со сломанной рукой в Кунцевской больнице. «Что случилось, Фаина Георгиевна?» «Да вот, спала». Наконец приснился сон. Пришел ко мне Аркадий Райкин, говорит. «Ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу денег». И показывает шляпу с деньгами. «Я тянусь, а он зовет. Подойди поближе». «Я подошла к нему и упала с кровати. Сломала руку». Оправившись от инфаркта, Раневская заключила. «Если больной очень хочет жить, врачи бессильны». Раневская изобрела новое средство от бессонницы и делится с Риной Зеленой. Надо считать до трех. Максимум до полчетвертого. Почти полвека проработала Раневская в московских театрах. Шесть лет в Театре Советской Армии, столько же у Охлопкова. Восемь у Равенских в Театре имени Пушкина. В начале шестидесятых во время репетиции в этом театре ей сделали замечание. «Фаина Георгиевна, говорите четче. У вас как будто что-то во рту». Напросились. «А вы не знаете, что у меня полон рот говна?» И вскоре ушла. Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок. К тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно. В.И. Качалов спросил меня после одного вечера, где он читал и Маяковского. Вопроса точно не помню, а ответ мой до сих пор меня мучает. «Вы обмхатели Маяковского». «Как это «обмхатели»? Объясни». Но я не умела объяснить. Я много раз слышала Маяковского, а чтение Качалова было будничным. Василий Иванович сказал, что мое замечание его очень огорчило. Сказал с той деликатностью, которую за долгую мою жизнь я видела только у Качалова. Потом весь вечер говорил о Маяковском с истинной любовью. «Вижу себя со стороны, и мне жаль себя. Читаю Станиславского. Псектант, чудо-человек. Какое счастье-то, что я видела его на сцене. Он перед глазами у меня всегда. Он — Бог мой. Я счастлива, что жила в эпоху Станиславского, ушедшую вместе с ним. Сейчас театр — пародия на театр. Самое главное для меня ансамбль. А его след простыл. Мне с партнерами мука мученическая. А бросить не в силах проклятущий театр. Режиссеры меня не любили. Я платила им взаимностью. Исключением был Таиров, поверивший мне. Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа, мимо артистических уборных, Александр Яковлевич, Таиров, вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой. Знаете, дорогая, похоже, что театр кончился. В театре пахнет борщом. Действительно, в условиях того времени технический персонал, работавший в театре безвыходно, часто готовил себе нехитрые обеды на электроплитках. Для всех нас это было в порядке вещей. Но Таиров воспринимал это как величайшее кощунство. В Ташкенте мы обе, Раневская и Анна Ахматова, были приглашены к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно. И потом, через много лет, она говорила. «Вы помните, как в комнату пришел баран, и как это было удивительно? Почему-то я не могу забыть этого барана». Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте! Вы же знаете, что я ненавижу Фрейда!» рассердилась она. «Однажды я спросила ее, Ахматову, «Стадо овец! Кто муж овцы?» Она сказала, «Баран, так что завидовать ему нечего». Сердито ответила, была чем-то расстроена. «Фаина, вы можете представить меня в мехах и бриллиантах?» Мы обе расхохотались. «Я знала блистательных Михаэлс, Эйзенштейн, но Пастернак потрясает так, что его слушаю с открытым ртом. Когда они вместе, А и П, Ахматова и Пастернак, то кажется, будто в одно и то же время в небе солнце, и луна, и звезды, и громы, и молнии. Я была счастлива видеть их вместе, слушать их, любоваться ими». «Люди, дающие наслаждение, вот благодать! Она в гробу. Я читаю ее стихи и вспоминаю живую. Стихи непостижимые, такое чудо, Анну Андреевну. Пятое марта, десять лет, как нет ее. К десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи! Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили. Отвечаю, не пишу, потому что очень люблю ее. 1978 год Субтитры создавал DimaTorzok